На Черногорском разрезе завершилась первая Олимпиада угольщиков России. Соревнования среди водителей, машинистов, бульдозера и экскаватора определили лучших по профессии. Подробнее о соревнованиях и итогах расскажет Надежда Винокурова. За звание лучших боролись угольщики Сибири и Дальнего Востока. Такая география позволила организаторам назвать первенство Шахтерской Олимпиадой. Водителям на 130-тонном Белазе нужно было быстрее всех проехать дистанцию и выполнить задания. Соперники, в принципе, и равные. Тут на удачу, кому как повезет, определенные навыки, умения, и все управлять таким автомобилем несложно. Змейка, гараж, заезд под погрузку и самое сложное проткнуть воздушный шарик. Это удалось двум водителям из почти десятка конкурсантов. Необычные испытания ждали и машинистов бульдозера. Для их выполнения участникам требовалась практически ювелирная точность. Ведь им нужно было и надколоть яйцо, рыхлителем бульдозера не раздавив, и гвоздь забить. Много перенимается, люди много видят. То есть приезжают на разные предприятия, всех все по-разному. Казалось бы, все уголь добывают, а техника разная, люди разные, технологии разные. Вроде одно дело все делают. А экскаваторщикам предстояло сыграть ковшом в футбол. Конкурс профмастерства такого масштаба в России проводится впервые. Он посвящен грядущему дню шахтера и десятилетию лидера угольной отрасли России, компании СОЭК. Одна из главных целей первенства – поднять престиж профессии. Именно поэтому поболеть за своих пригласили школьников и студентов. Чтобы посмотрели, что шахтерский труд – это не всегда черно, не всегда грязно. Это достойно мужественных людей, это хорошая профессия, это достойный уровень заработной платы. Это достойно уважения не просто в коллективе, а в обществе. В трех из пяти номинаций победили горники Хакасии. На ЭШ-2090 первое место наш земляк поделил с красноярским коллегой. Кемеровчанам и дальневосточникам досталось по одной золотой медали. Все призеры получили солидные денежные премии. В компании СОЭК решили – теперь такие соревнования будут проходить каждые два года. Надежда Винокурова, Игорь Гутник, Новости, 7-й телеканал.